Станислав Гагарин, Мясной Бор Книга первая. Наступление. Глава первая. «Я доложу о вашем прибытии, товарищ генерал», – проговорил темноволосый крепыш с капитанской шпалой в петлице. «Заседают порядком. Дело к концу верно идет». Он направился было к двери, из-за нее слышался неясный шум. Сквозь него прорезался знакомый голос армейского комиссара Мехлиса. Представитель ставки говорил громко. Лев Захарович не признавал полутонов, как не признавал и полумер. «Не стоит», – сказал Воронов и остановил порученца Мерецкого за локоть. «Сам и доложусь». Капитан Борода знал, что этот генерал прибыл из Москвы, а в документах его значилось – начальник артиллерии Красной Армии. Он помедлил, потом вспомнил, какая давеча шла ругань по поводу артиллерии 59-й армии, подумал об отчаянных запросах, имя командующий бомбил Москву, Мерецков и самому Сталину звонил. «Вот Сталин, видать, и прислал главного артиллериста». «Давайте без доклада», – улыбнулся порученец. Дверь была обита черной клеенкой. В нескольких местах клеенку разодрали пули. Еще недавно в Малой Вишере шли жестокие бои. «Вот и здесь дрались, в этой комнате», – подумал Воронов. Передернул плечами и вошел. Первым он увидел Мерецкова. Генерал армии сидел во главе стола, за которым разместились командиры частей, и держал в руке стакан чая в тяжелом подстаканнике. Он удивленно смотрел на появившегося в дверях начальника артиллерии Красной Армии, и Воронов понял, что Ставка не предупредила командующего фронтом о его приезде. Кирилл Афанасьевич принялся вставать, чтобы приветствовать гостя, но тут из-за стола выскочил мехлис и, нездороваясь, закричал. «Ага! Вот он главный виновник, мать его, так! Прислал, понимаете, артиллерию, которая не годится! Как прикажете стрелять без оптических прицелов, товарищ Воронов? Форменное вредительство! Ни одного телефонного аппарата в батареях! Это же настоящий бардак!» Командующий фронтом поднял руку, призывая мехлиса успокоиться, а сам виновата взглянул на Воронова. «Сам понимаешь, хоть я и хозяин здесь, а Лев Захарович представитель самого!» Николай Николаевич своеобразную, мягко говоря, натуру мехлиса знал хорошо. Не обратив ни малейшего внимания на его выпад, он прошел к Мерецкову и пожал ему руку. Тот командующий счел возможным поддержать мехлиса и сказал. «Действительно, Николай Николаевич, нехорошо получается. Пятьдесят девятую бросаем в наступление, а в некоторых батареях передков нет, о приборах и телефонах ты уже слышал». «Вот-вот!» – опять закричал Мехрис. «Сам явился! Посмотрим, как он оправдываться будет!» Воронов перевел взгляд на него и молча в упор посмотрел Льву Захаровича в глаза, зная, что это единственный способ заставить его успокоиться, прийти в себя. Когда Мехрис, не выдержав, отвел взгляд, Николай Николаевич в который раз подумал о том, как Лев Захарович внешне похож на Сталина. Только манеры обращения с людьми у них разные. Сталин очень редко повышал голос. «Давайте не все сразу», – сказал Воронов. «Готов подвергнуться экзекуции, но дайте же мне последнее слово». Люди, теперь стоявшие вокруг стола, заулыбались. Мехрис буркнул неразборчиво, демонстративно отставил стул, сел. Мерецков пригласил прибывшего гостя сесть рядом. «Приехал к вам по приказу Ставки», – начал Воронов. «Очень там обеспокоены тревожными сигналами. Прислали меня разобраться. Для начала введите в курс событий. Что у вас тут делается и как? Ваши операции придают Ставке большое значение. Так мне и поручено передать военному совету фронта». Никто этого Воронову не поручал. Его подняли с постели ночью, звонил Василевский. Он сказал, что Мерецков с Мехлисом оборвали телефон Ставки, жалуясь товарищу Сталину о неладах с артиллерии. Пусть Воронов разберется. Это приказ Сталина. Мехлису я верю, – передал Василевский слова Верховного. – Если он так беспокоит меня, значит дело серьезное. Николай Николаевич сразу же ночью поднял необходимых людей и к утру выяснил, что 59-я армия прибыла на Волховский фронт из резерва Ставки. «Дела», – подумал Воронов, – «целую армию переводят из тыла на фронт, а начальник артиллерии узнает об этом последнем». Ставка торопила со сроками наступления на Волхове, и армию генерал-лейтенанта Галанина спешно отправили на передовую, лишь частично укомплектовав ее вооружением. «Остальное получите на фронте», – сказали командарму. Вот и получилось так, что эшелоны с людьми двинулись на запад, а техника и оружие продолжали идти по старым адресам, на восток, откуда уже снялись полки и дивизии 59-й. Надо было срочно искать грузы на промежуточных станциях, изменять маршруты многочисленных составов, разворачивать их в обратную сторону. На все это требовалось время, а времени было в обрез. Армия прибыла на Волховские позиции без артиллерийского обеспечения и тут же была введена в бой. Со второй ударной, рассказывал теперь Кирилл Афанасьевич, такая же история. Артиллерия у нее укомплектована приборами, но с боеприпасами очень туго, ведь к Новому году получили всего четверть боекомплекта. Мало продовольствия, фуража, но эти грузы постепенно прибывают, а вот прицелы и телефоны уже доставлены, перебил его Воронов. К сведению присутствующих здесь командиров артчастей, средства связи и артприборы, можете получить на санкции Будагощ, а не там. Все недоверчиво зашумели. Лейпа, сказал Мехлис, я вчера там был, ничего нет. Он повернулся к начальнику тыла, тот закивал, потом посмотрел на Воронова и развел руками. А вы сами поезжайте, сказал начальник артиллерии. Как-никак я здесь у вас представитель ставки, мне слова на ветер бросать не гоже. Он знал, о чем говорит. Еще в Москве, выяснив обстановку и поняв, что ему надо взять на себя функции скорой помощи, ведь никто не знал, когда прибудут необходимые грузы для 59-й армии. Воронов приказал немедленно загрузить несколько вагонов телефонными аппаратами, полевым кабелем, другими средствами связи. Не забыл и про артиллерийские приборы наблюдения и стрельбы. С этим и отправился на Волховский фронт. Отправляйтесь на станцию, приказал Мерецков артиллеристам и снабженцам. Совещание закрываю. Командиры поднялись и стали выходить из комнаты. Первым покинули ее артиллеристы. Остались члены военного совета, среди них и начальник штаба фронта Стельмах. Мехлис держался поодаль. Воронова армейский комиссар не то чтобы не любил, по отношению к людям у Льва Захаровича не было этого чувства. Он считал любовь вообще вредным, расслабляющим фактором. Но этого человека ценил товарищ Сталин. И доверял ему. И для Мехлиса такое было высшим мерилом. Потому-то он как бы побаивался Воронова, а теперь даже несколько жалел, что набросился на него с руганью. Хотя они оба были представители Ставки, но сейчас он постоянный представитель здесь, на Волховском фронте. А Воронов прибыл со специальным заданием и по особой иерархии, которую установил для себя Лев Захарович, хоть и на полранга, а вроде выше его. А у меня для товарища Мехлиса письмо, сказал доброжелательно улыбаясь Николай Николаевич, будто и не было недавнего на него наскока. От верховного главнокомандующего лично. Мехлис подбежал к Воронову, быстро взял пакет и стремительно исчез с боковой двери. Мерецков и Воронов переглянулись. Кирилл Афанасьевич смотрел встревоженно, но Воронов ничего не знал о содержании письма и пожал плечами. «Перекусим с дороги», – радушно предложил комфронта. «Это можно», – согласился гость. Кирилл Афанасьевич повернулся к члену военного совета «Запорожцу», приглашая комиссара присоединиться к ним. Стельмах уже вышел прочь, чтобы распорядиться, а в комнате возник Лев Захарович. Вид у него был растерянный, недоумевающий. В конверте на его имя он обнаружил второе письмо, которое предназначалось Мерецкову. «Главное письмо оказывается вам, товарищ командующий фронтом», – проговорил Мехлис, называя Мерецкова на «вы». Хотя бывало, он называл его и просто по имени-отчеству или генералом, да и тыкать людям Льву Захаровичу было в обыкновение. «Мне», – удивился Мерецков, – он тоже не понял этого новшества Ставки пересылать письмо одному для передачи другому. «Ну, что ж, давайте». Кирилл Афанасьевич раскрошил сургуч печати прямо на пол, вскрыл пакет, не сумев скрыть предательской дрожи рук. Он и не пытался скрывать, что они, стоящие вокруг, сами не понимают. В конверте мог содержаться любой неожиданный приказ. «Отдать Мерецкову по трибунал – раз. Хотя вроде и не за что. Пока. Передать фронт другому, тому же Воронову. Благо, он уже здесь. Это два. Вызов в Ставку – три. Перемещение на другую должность – четыре. Да мало ли что мог вмещать пакет, где лежало письмо человека, одно имя которого заставляло трепетать миллионы людей. Мерецков вынул в четверо сложенный листок и быстро пробежал глазами. Его доброе, совсем не генеральское лицо, осунувшееся в последние дни и затвердевшее, когда Мехлис передал ему пакет, несколько обмякло. Его светила грустная улыбка. Генерал прочитал письмо еще раз, уже медленнее, спокойнее, и вздохнул. Он поднял листок над головой, помахал им в воздухе и сказал. «А письмо-то всех касается, друзья. Хоть адресовано оно мне лично, но я прочту его всем». И командующий фронтом прочитал. Уважаемый Кирилл Афанасьевич, дело, которое поручено вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменялось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что вы постараетесь превратить это наступление именно в единый общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю вам успехов. Иосиф Сталин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok